Здравствуйте! Абаканцы? Виносенцы уже забыл. Абаканцы, так? Вот. Подсиние? Ну, есть дача на подсиние, но вообще в Абакане. Ну, в Абакан он себя греет, плюс подсиние, так? Сейчас я смотрю, запись идет. Значит, давайте, так, вы мои жертвы. Вот. Привет! Значит, смотрите, инженер Металлург, а вы, у вас рукоделие. Нет, но она тоже инженер. А я не Металлург. А, еще два инженера. Это вообще идеально. Так, сейчас я посмотрю, показывает вас, показывает. А где ребенок? А вот он, все. Все. Вот теперь я вижу всех троих. Значит, дело в чем. Мой коллектив, это от 500 до 1000 человек. Это нас называют, если вы смотрели и знаете, значит, шаманами раз, с сектой. А почему, наверное? Сектой тогда мало. Вот. Вы сейчас войдете в их число, куда вы денетесь. Но я хочу, чтобы каждый из нас занимался выращиванием саженцев, не на продажу. Это моя идея, потому что рынок, он настолько подл, он настолько мошеннический. Вот. Вам, вы придете на рынок, там будет 20 продавцов и несколько тысяч саженцев. И каждый из них скажет, никогда вас не замерзнет. У вас будут вот такие вот. А у них на фотографиях яблоки размером с арбуз. А сливы размером с ее голову. Ну, такие фотографии делают. Вот. И лапша, 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 лапша. Как садить, скажут, спросите вы. Они скажут, закопать. Вот. Как закопать? По прививку. А слышал я, что надо прививку закопать, чтобы были лишние корни. Ответ. Да, да, конечно, прививка. Корни будут. То есть, они еще от вас узнают. Вот это самое, если есть. И вы сейчас сказали, как садить. Вот. Как садить, значит, по порядку. Давайте вначале, что садить? Вы взяли, купили саженцы, немало. Кажется, около 14. 14. Сад вроде бы готов, так? После вас уже приехало две компании. Одна с Минусинска, вторая с этого. Ну, еще одна была там дальше Красноярска, еще одна с этого, Сабакана, так? И вот Минусинска рассказывает. Фильм уже вышел. Вы видели вчера. Вы видели? В 45 лет саду. Ничего нет, кроме саженцев, которые купили у Сергея. Ну, в 45 лет. Огромные деньги потеряны. А ведь сидят люди, которым уже... Вы видели, сколько им лет? Ну, да. Они примерно такие, как вы, по-моему, повидели. Да, вот по виду они даже не младше меня. Это же все, уже жизнь потеряна. А вы молодежь, вы молодежь. А дальше как это, мальчишки, девчонки, а также их родители. Девочка, как зовут? Маша. Маша? Ой, еще будет у меня одна умочка. Маша, возьми меня в деда. Ну, ладно, растерялась. Смотрите. Итак, это ваш заказ. Вдруг уехал. Я вас не соблазнял, я вас эгитировал. Вы взяли и сказали, мы хотим это, 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 это. Смотрите. Вот он ваш заказ. Я его приготовил. Ну, рассыпалась одна, бывает. Ничего страшного. Вот. Объясняю. Раз это ваш заказ, так? Вот. Смотрим сюда. А, нет. Это просто. А где же ваш заказ? Ну, у нас были и сливы там. Нет, нет, я просто это. Ну, мы потом все равно первое сделаем. Какой-то еще пакетик. И вот у вас. Ну, как всегда бывает. Если бы вы предупредили меня, я бы успел хорошо-хорошо подготовиться. Так? Ну, и сейчас хорошо. Хорошо-хорошо подготовиться. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Может, это ваш заказ? Мы сейчас будем разговаривать на... Так. Поехали. Венгерку богатырскую заказывали? Заказывали. Так как это все будет выглядеть. Обратите внимание. Самые крупные косточки. Тут без халтуры. Видели какие? Да, кости крупные. Вот. Они, венгерки, примерно по объему такие, только это сувенир Востока. Ну, мы пробовали в косточке. Венгерки, дело в том, что я вас еще туда не сводил. И вот на тот участок. Это впереди. Мы в прошлый раз там были и пробовали венгерку. Смотрите. Венгерки отличаются от... Венгерки и Эренклода это... Я не могу все рассказывать. Мне надо будет опять 300 вебинаров. За один раз. Короче говоря, они максимально приближенные, получается, к родителям. Понимаете? То есть, венгерку посадили, венгерку получили. А не как бывает. Не будет, что посадили венгерку, а вырос папа там какой-нибудь. Нет, нет. В том-то и дело. Вы правильно сделали, что заказали венгерку. Это раз. Идем дальше. Вы заказали абрикос серафим. Он из поздних. Чем хорош? Я это рассказываю не просто вам, а всем, кто меня услышит. Так, запись идет. Он хорош тем, что он позже созревает. Есть у меня 2-3 сорта. И позже зацветает. А вось какие-то заморозки пронесет. Вот это его прелесть. Два. Вот. Идем дальше. Вы заказали венгерку сорочинскую. Ну, это Украина. Ну, несколько поколений. Считайте, что она уже для... А ведь специально подсиние. Это тот самый участок, где можно не укрывать ничего. Вот. Поэтому это для вашей дачи. Это Украина. Сорочинская с Украины привез. Идем дальше. Вот. Бай ранний. Это сиенис. А посмотрите, какие крупные. Ну да, крупные. Вот. Он не подведет. Ранний. Их можно не прививать, они будут... Этот уже не надо. Ага. Плевать, это отдельный разговор будет, что плевать. Но чем хорош? Он ранний. И настолько ранний, что наоборот, у нас как бывает. Заморозок он убивает, бьет то по ранним, то по поздним. И не угадаешь. Поэтому, когда у меня видели сколько абрикосов, я всегда с урожаем. И в этом году, кто мне рассказывал? Уже несколько абаканцев сказали. В абакане нет абрикосов. Не было, не было. У нас не было. Ну вот видите, а у меня есть. А почему? Пронесу с ранними. Ну да. Замерзли ранее, позднее будут. Позднее замерзли. Да. Вот этот момент. Так. Вот. Я постараюсь еще быстрее. Да? Вишня Жуковская, Украина, самая вкусная из тех. Здесь крупнее этого нет. И вкуснее. Здесь. Я знаю, очень много знаю. А угощал десятки людей. Все глаза, как мои вишни. Их тоже прививать не надо? В данном случае нет. Для этого существует другой класс. Класс сибирских штамбов вишни. Я на них прививаю черешни. Вот. И на них же я прививал эту же Жуковскую. Поэтому она у меня такая крупная и получилась. Так. Абрикос Королевский. Ну. Королевский абрикос. Ну. Блин, у него не посмотрели. Это. Ну, что там говорить. Сало, как сало. Так. Байлевицкий. Так. И абрикос. Да, мы заказывали байлевиц. Так. Дальше. А он, что про него скажет? Он тоже, собственно. А он, нет. Вы знаете, я сейчас, погодите. А, вот он. Есть бай ранний. А, бай ранний. А это байлевицкий. Он крупный. Ну, по фотографиям смотрели. Я ошибся. Я положил снова сеяниц этот же. Значит, байлевицкого у вас нет. Ну, мы сейчас тут найдем в этих. Я же целый магазин привез. Поздний Филиппио. Тот самый. Он самый. Он до 120 грамм, представляете. 9 плодов в килограмм. Можете представить? Ну, и он поздничек. Как яблоки. Он самый поздний из моих. Академик. Вот. Посмотрите на вот эти вот. Косточки. Вы когда-нибудь видели у кого такие? Косточки огромные. Ни у кого. Только здесь. Вот. И, наконец, это же вы правильно заказывали? Да, да, да. Фаинэ. Тройной гибрид. Этого не может быть на планете, но одно дерево получилось. Так, теперь. Итак, вот это все ваше, да? Все ваше. По 10 кастей, по-моему. Да. У нас еще был патриарх. Мы заказывали там сколько? А мы сейчас дойдем до патриарха. Знаете, почему? Вот. Дело в том, что я немножко растерялся. Лишняя Жуковская ваша. Этот. Так. Смотрите, что дальше идет. Итак. Смотрите. Самое ценное, что я привез. Это. Те самые. 24-й год. Ценовья манжурского абрикоса. Раз. Ох, люблю хвостца. Вот. Сейчас поймете. Вы сказали 100 манжурских абрикосов. Патриарха. Патриарх. Сейчас смотрите сюда. Вот это распасовано и весь урожай. Вон он, патриарх. Он уходец. Я уже на следующий год кардинальная обрезка на мороженое. Вот это дерево. Вон оно. Вот это есть он. Так. А вот это вот. С него есть урожай. Вот он. Ну, часть уже куплена. На данный момент. Так. Можно взять вот так вот 10 пакетиков. Вот ваши сотни. Ну да. Но я решил не схалтурить, а схитрить. Дело в том, что смотри сюда. Смотри сюда. Сын манжурца номер 4. Видели мой фильм, где он у меня самый сладкий. И самый урожайный оказался в этом году. Из сыновей манжурца. Ну мы не видели, но... А, вы не видели. Ну тогда, ну фильм такой есть. Ну, его самый сладкий. А может быть вам посреди на размер? На него тоже он хорош, как подвой. Да в том-то и дело. Тогда можно и... Для вас, если бы вы жили в Каннске, Ачинске, я бы сказал, только манжурец. Подсиние, это как, помните, когда прислали мне ответ с этого, как он называется, с Госдумы. Мы не можем давать землю под синим, потому что это та же земля, как подмосковная рублевка. Вот. Так вот, от души. Во-первых, даже будучи непривитыми, я предлагаю вам отсюда, потом, когда закончим разговор, это сотни отсюда отобрать. Приживаемость с культурными, как подвой, будет выше, чем у чистого Патриарха. А и зимостойкость будет тоже хорошая, да? Сравнивайте косточки. У косточки намного больше, это за визуально. Все по-честному, главное, меня брать нет смысла. Мне и то, и все то, и то, и то, и то. Я же не на рынке покупаю это. Так. Предлагаю сотни вот отсюда брать. Давайте отсюда возьмем. То есть, по свойствам, по зимостойким, он не хуже Патриарха, да? Он может на пару градусов уступать, но у вас рублевка. Ну, там не сильно рублевка. Это у вас рублевка вот здесь. Так. Нас слышно, нет? Это же все не просто так, это же, как сказать, это рекламная, это... Отсюда рекламные уши торчат из моих фильмов. Но я не могу иначе. Если это не продам, начю жить-то. Ну, да. Ну, вот. Теперь так. Это программа минимум. Теперь я начинаю этот... Вы сами заказали. Да, да. Я вас даже не знал, даже не думал, даже не ожидал такого. Вот. Я ни при чем, это вы. Это вы, да. Теперь так. Внимание. Абрикос химера фаина. Из культурных... А, 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 это тоже, это... Это химера, это ветка на границе фаины и подвое манчжурца. Так, поэтому и химера. Вот. В нее вкладывают отрицательный смысл. А я положительный. Из всех манчжурцев самый сладкий. Но это чистый вот этот, вот этот. Просто манчжурец. Вот. Это под... Это четвертый. А это... А это гибрид. Подвое с привоем. Вот. И получилось. Если эти плоды 25 грамм, вот эти. Ну, может 30. То эти 40. И самые сладкие. Вот. Я специально... Я бы мог это слово не употреблять, но я принципиально... Ах вы, это, ученые. Значит, нас приговорили, что мы с Латинком занимаемся химерами. Да и хрен с вами. Наши химеры оказались в этом году самые урожайные сладкие. Я же это не придумал. У меня же позади десятки фильмов. Я ни одного человека не провел, чтобы не снять фильм и не угостить химеры. Вы понимаете? Вот. Смотрите. Расшасовка по десятке. Вот. Ну. Вы нам предлагаете еще взять костей. Ну, можно пару десятков этих взять. А еще вопрос такой. Мы в прошлый раз у вас брали косточки рыжика. Это рыжик. А вот в этом, в каталоге у вас написано... А это рыжий, нет. Это разные вещи. То есть рыжик это отдельный. Нет, рыжий это отдельный. Ну, так получилось, что... Это как... Давайте я не буду за этим. Он подвой или привой? Он привой. Он привой. Да. То есть он хороший. То есть его можно... Он чистый. Все понял. Когда я говорю, что вот это подвой, и это действительно подвой. Только самый сладкий. Вот это. Допустим, сын манчжурца номер четыре. Когда я говорю, что это подвой, чистый манчжурец, потрях. Он так и есть. Мне это... У меня такой выбор. Не надо даже химичить, халтурить. Когда я говорю химера, это граница между подвоем и привой. Вот это. Так? Ну, мы возьмем тогда... А ваш рыжий, это чистый. Вот. Чистый. Чистый. Но его можно использовать как привой или с корня собственного? Нет, давайте корня собственного, пусть уж вот это будет. Ага. А тот только привой, да? Ну... А просто используйте уже со своего сада, черненький. Тогда вы будете брать так. Вот это вот подвой. Вот. Рыжий привой. Привой. Вот это химера, фоина, привой и все остальные. А вот это, я думаю, знаете, что это граница. Это граница. Вы посмотрите, какой разговор получился. Так. Еще там пару минут есть? Еще не все сказал. Вот. И так я с вас еще выцегоню два десятка. Да, два десятка вот этой фоины. Ладно. Сейчас что еще под рукой? Значит, ну это не вам, пусть кто-то смотрит. Один вроде куда-то потом исчез. Вот эти были прокалены на солнце, на бетоне, по методу Академика Лысенко. Того самого проклятого современной науки. Вот. Их надо испытать. Ну, возможно, это не ваша стезя. Но это же я не вам, это я говорю всем. Ну, мне надо. Ну, не успеваю я, у меня 75 скоро. Ну, кто-то помоложе должен вот это испытать. Правильно, что получится еще лучше, чем это. А это что за семена? Это привой или подвой? Это, в данном случае, ассорти. Эти, самое. Знаешь, что такое ассорти? Что вырастет, то вырастет. Смотрите, какие есть. Мелкие, крупные и даже огромные плоды. Вот вы видите. Какие, да? Вот это со 100-граммового абрикоса. Это о чем говоришь? Ассорти, это когда садишь на бум. И многие говорят, да, да, чем вырастет, то вырастет. Ну, понятно, ну, можно взять просто. Ага, можно взять, ну, хоть десяток. Ну, давайте десятки. Так. Только надо все подписать, где что-то. Так, вы сказали сливы. Да, сливы нам надо подвой. Красно-синя подвой, вот она, я для вас взял. Ну, для вас, и чтобы показать всем. Красно-синя, красно-желтые, они просто сладкие. Тоже подвой, но из всех подвой, самый лучший вот это красно-синя. Вот она. Так, теперь смотрите. Все, я сказал, химера была. Ой-ой-ой, это все закончится с это. Секатолинский. Ну, ладно уже, пожалею вас. Вот. Вечность, знаю, пожалею вас. Так. Значит, лещина, настоящая. Это же, кстати, сибирская. Это будет орех вот такой, да? Да. Он вот такой будет, но зато настоящий. Ну, подумаешь, вместо того, чтобы расколоть один на юге, здесь вы расколете два-три и сидите столько же. Ну, давайте тоже, сколько у них схожесть какая-то. У них схожесть, это я отдельно расскажу, кончается, рекламная запись кончается. Вот. Так. Вишня-черешнюю гибрид. Ну, любителя. Я даже вас пока не спрашиваю. Надо, надо, это вот, чтобы люди видели, чем я торгую. Вишня-черешнюю гибрид. Так. Мальчурский орех, прошлогодний, полцены, на всякий случай, говорю, вам и всем. Потому что у меня уже послевает свежий. Так. И, наконец, почти все сказал. Так. Угощаю. А девочку угощаю. Маш, иди сюда. Что? Вот сюда покажи, вот, что это я тебе персиком угощаю. Это персиком, да? Да. Теперь, вот тут лежат две косточки. Вот с него косточка еще две. Это мой подарок. Я люблю угощать. Это персиковый. Персиковый. Потому что вы умудрились не заказать. Я обиделся. Вот, вот они. Смотрите. Причем это довольно, вот такой вот. Они довольно крупные. Смотрите. Да. Вот они такие есть. Вот они такие есть. Ну все, нахвастался. Значит, сколько смог с вас. А это что? Так. И? Все, пошла последняя 40 секунд. Это что? А вот это вот. Сейчас я вас буду угощать. Это? Да. Дело в том, что я их сейчас только собрал. Ну все, запись. Все, сама кончается. Так, помасите, как говорится. Улыбнитесь, вас снимает камера.